Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! 31 августа 2018 года я выложил видео, в котором поделился своим математическим прогнозом для эфириума. По итогам этого прогноза он должен был вырасти до 3600 долларов. На тот момент эфириум стоил около 300 долларов. Интересно сейчас почитать комментарии, которые были написаны два года назад. Например, Каратель72Рус написал «Не будет он столько стоить. Хорошо, если бы он из 400 долларов хотя бы вырос. Вам не дадут поднять бабла, наивные». Сегодня я расскажу, почему эфириум может стоить 15 тысяч долларов в будущем. Я очень хочу, чтобы ты прямо сейчас написал в комментариях «Да не будет он столько стоить. Хорошо, если он хотя бы из 4000 долларов вырастет. Вам не дадут поднять бабла, наивные». Шутки шутками, а мы переходим прямо к контенту после того, как ты поставишь лайк. Большое спасибо за поддержку. Итак, как ты понял, я уже давно являюсь фанатом эфириума, еще с тех пор, когда за него не давали и 300 долларов. Более того, когда мой сервис ExchangeSumo.com перестал приносить одни убытки, 100% дохода из этого сервиса я начал вкладывать в эфириум. Об этом я написал пост в Телеграме. Эксперимент оказался крайне удачным, и эти доходы сегодня хорошо приумножились. Кстати, если ты не знаешь, у меня есть сервис ExchangeSumo.com, где люди меняют валюты и криптовалюты. У нас очень много криптовалют, намного больше, чем у того же BestChange. Посмотри сам, какой огромный список. Поэтому, если тебе нужно поменять фиат на крипту или крипту на фиат, или фиат на фиат, например, доллар на евро, ты можешь сделать это у меня по ссылке в описании. С тех пор, как я выложил это видео в 2018 году, эфириум только укреплялся. Поэтому сегодняшний выпуск, который ты сейчас смотришь, можно воспринимать как обновление по эфиру. И в нем мы рассмотрим 5 причин, почему эфириум взорвется в следующие полгода. Когда речь идет о поиске классных возможностей для инвестиций, в основном мы ищем не менее классные фундаменталы этих возможностей. Я собрал такие фундаменталы для эфириума. Итак, первая причина – это грейскейл. Кто такие грейскейл? Это самый большой поставщик цифровых активов институциональным инвесторам, если это так можно назвать моим непрофессиональным языком. Грейскейл является крупнейшим управляющим цифровыми активами в мире. Под их управлением находится 44 миллиарда долларов в цифровых валютах. Они предоставляют крупным инвесторам различные фонды инвестиций. Например, Bitcoin, Decentraland, Basic Attention Token, Chainlink, Ethereum, Filecoin, Horizon, Litecoin, Stellar Lumens и Zcash. Конечно же, крупнейшим их фондом является Bitcoin фонд, ну а среди всех остальных альткоинов самым большим является эфириум. Это значит, что институционалы, которые инвестируют в крипту с помощью грейскейл, охотнее всего инвестируют в биткоин, а среди альткоинов выбирают эфириум. Вторая причина носит имя Кэтрин Вуд. Она управляет инвестфондом Arkinvest, одной из самых быстро растущих компаний в мире по оценке Forbes. Долгое время она и ее фонд инвестировали только в биткоин, однако теперь это начинает меняться. Но нужно отметить, что не только сама Кэтти Вуд, но и вся команда Arkinvest переключается с биткоина на эфириум. Arkinvest это в том числе и большая команда аналитиков, чья работа заключается в изучении рынков, компаний, протоколов и обновлений. Они постоянно следят за новыми технологиями. И им действительно есть из чего выбирать. Настолько много существует криптопротоколов. Но какой же из них они купили в действительности? Эфириум. Если ты не веришь мне, то послушай, что сказала сама Кэтти Вуд на прошлой неделе. Эфириум переживает взрыв активности разработчиков благодаря NFT и DeFi. Я восхищена тем, что происходит в DeFi. Децентрализованные финансы полностью обрушивают стоимость инфраструктуры, которая обслуживает традиционную финансовую систему. Причем старая финансовая система этому совсем не рада. Эфириум должен перейти с Proof-of-Work на Proof-of-Stake. И этот переход уже в работе. Так что наша уверенность в эфириуме драматически растет по мере того, как мы видим этот переход на Proof-of-Stake. Наш фонд стремится к тому, чтобы 60% наших вложений в криптовалюту были в эфире и 40% в биткоине. Третья причина, ребята, это массовое принятие. Без лишних слов, просто зацени вот этот график. Он показывает, как много транзакций было проведено в том или ином году с помощью сети эфириума. Объемы обозначены долларами США за последние 12 месяцев. Диаграммы отображают, сколько миллиардов долларов было проведено через сети эфира. В 2017 году, как мы видим, это было около 335 миллиардов долларов. В 2018 это уже 430 миллиардов долларов. В 2019 году, после самого жесткого медвежьего рынка, мы видим падение до 279 миллиардов долларов. Но уже с 2020 начинается массивный взрыв. За 2020 год 1,3 триллиона долларов было отправлено с помощью эфириума. 2021 еще не закончился, а эфириум уже пропустил через себя 6,2 триллиона долларов. Просто вдумайся в эту цифру. А это означает рост на 369% по сравнению с 2020 годом. И 2021 еще не закончился. Это просто параболический рост принятия и активности. Если тебе нужен лишь один график, который покажет реальный спрос на эфириум, то это он. Покажи его всем. Спрос на эфириум взрывается категорически и даже драматически. Четвертая причина это партнерство. У эфириума этих партнерств было много, но я хочу показать самые значимые за последние несколько недель. И некоторые из них ты наверняка пропустил. Начнем с тиктока, который запустит собственную NFT коллекцию. NFT будут построены на решении второго уровня для эфириума, поэтому без использования эфира тикток не обойдется. Visa разрабатывает протокол, который сможет работать с платежами цифровых валют центральных банков. По факту это будет универсальный платежный канал, который объединит все выпущенные ЦВЦБ разных государств. И на основе чего они строят этот канал? На основе эфириума. BitPay в начале октября объявил о партнерстве с Верифон. Это партнерство приведет к тому, что 46 миллионов пользователей смогут получить возможность совершать платежи через сети эфириума. Если что, BitPay это лидер в сфере блокчейн платежей. Они занимаются интеграцией криптовалютных платежей по всему миру. И наконец банки, например в Швейцарии. Банк Credit Suisse токенизирует акции швейцарских курортов. На каком блокчейне это происходит? На блокчейне эфириума. Кроме этого, этот же банк 5 октября сообщил о том, что начинает работу над созданием акций на основе эфириума. Это что? Это начало огромного тренда токенизации финансовых активов. И опять же, для этого они выбрали эфириум. И наконец пятая причина. Эфириум 2.0. Если всего сказанного ранее недостаточно, вспомним и про новую, улучшенную версию эфира, которая будет запущена в скором времени. Мы все знаем, одной из самых больших проблем, которую испытывают пользователи эфириума, являются высокие комиссии. С запуском эфириума 2.0 внезапно эти проблемы навсегда уйдут в прошлое. Также эфириум 2.0 ускорит сеть в несколько десятков раз. При этом транзакции станут не только быстрее, но и дешевле. Это и станет последним кирпичиком в этой масштабной постройке. Запуск эфириум 2.0 станет крупнейшим событием не только в истории эфира, но и криптовалют в целом. Он повлияет на весь криптовалютный рынок и, скорее всего, привлечет на этот рынок еще больше денег. Это событие будет настолько крупным, что заденет даже тех инвесторов, которые вообще не собирались в этом участвовать. Какие же выводы мы можем сделать? Сейчас крайне тяжело не быть быком по отношению к эфиру. Новости и развитие в этом году для него просто эпические. Лидер в предоставлении криптовалюты институционалам Грейс Кейл замечает рост интереса к своему эфириум-трасту. Размеры их эфириум-фонда уступают только лишь биткоину. Эфириум также является выбором таких крупных инвесторов, как Аркинвест и Кэти Вуд. Хотя у них был широкий выбор среди остальных конкурентов эфириума. Солана, Кардана, Полкодот и так далее, но они просто выбрали эфириум. Даже не создавали какую-то корзину из его конкурентов, просто взяли и вложили в эфириум. Также в этом году, который еще не закончился, объемы транзакций в сети эфириума выросли почти на 400% и достигли суммы в 6,2 триллиона долларов. Это показывает огромный спрос на эфириум, и именно поэтому его блокчейн испытывает такие проблемы с высокими комиссиями, которые исчезнут после запуска эфириум 2.0. Недавнее партнерство с TikTok, Visa, BitPay и некоторыми банками также показывают, что растущий тренд токенизации будет в первую очередь ориентироваться на эфир. И, наконец, эфириум создает крупнейшее событие в своей истории – переход на Proof of Stake. Этот переход завершит эру медленных и дорогих транзакций в сети эфира. А знаешь что? Мне вот стало интересно. Я хочу посмотреть свое собственное видео трехлетней давности, потому что я вообще не помню, что я там рассказывал, как я анализировал эту цену. Да, это уже не актуально, и поэтому если тебе не интересно, можешь выключать это видео, а если хочешь, можешь посмотреть его со мной. Поэтому я смотрю. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди. Очень часто просят математически проанализировать разные криптовалюты, поэтому я решил снимать такую рубрику на постоянной основе. Также я создал плейлист, в который уже добавил существующие мои обзоры. Ссылку на него я оставил в описании. Сегодня я разберу вторую по размеру криптовалюту – эфириум. Кстати, недавно снимал видео о том, как ICO влияют на его стоимость. Если вы его не видели, то посмотрите по ссылке в описании. Итак, ребята, сразу скажу, что чем старше криптовалюта, тем точнее анализ движения ее цены. Для эфириума график начинается с 2015 года, ведь эта валюта в принципе достаточно молодая. Поэтому, все посчитав, я понял, что вероятную стоимость эфириума после следующего рубка спрогнозировать таким образом возможно. Но вот временные отрезки посчитать достаточно сложно. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Поехали. В 2014 году проходило ICO эфириума. Но сам продукт был представлен лишь спустя год, в июле 2015-го. А уже в августе того же года эфириум торговался на бирже. Вот этот момент. Что ж, поведение графика типично для только что родившейся монеты. Как мы видим, после этих качелей цена эфириума болталась в районе одного доллара. Плюс-минус. Так продолжалось до января 2016-го, когда случился первый солидный рывок к Олимпу. С 95 центов эфириум возрос до почти 15 долларов. Первый триумф этой криптовалюты составил головокружительные 1474% и продолжался 3 месяца. Конечно же, такие резкие прыжки в криптовалюте не обходятся без последующих падений. Поэтому и эфириум поскользнулся на банановой шкурке. Медвежий рынок длился всего месяц. Но за это время эфир потерял 51% стоимости, опустившись до 7 долларов и 30 центов за монету. Но на этом 2016-й год не остановился, и уже в апреле огненная душа эфира потребовала больше адреналина. Курс поднялся с 7 долларов 30 центов до почти 20 баксов за монету всего за полтора месяца. Рост составил на этот раз достаточно скромные 167%. Но согласитесь, за полтора месяца 167% в прибыли это все равно солидно. Такие прыжки эфириума в 2016 году нащупали основную линию поддержки на уровне в 7 долларов 30 центов. К этой цене эфириум снова вернулся в декабре этого же года. Это было первое долительное падение эфириума. Монета потеряла 65% веса. На этом 2016-й год для эфириума закончился, и криптовалюта с новыми надеждами встретила 2017-й. И ее надежды оправдались. Февраль 2017-го стал началом нового бычьего забега. На этот раз монета росла целых 5 месяцев и достигла цены в более чем 400 долларов. Рост составил 3130%. Это был шок. Просто посмотрите, все эти горки в 2016 году теперь кажутся такими незначительными. Я думаю, что в будущем горки 2017-го будут выглядеть так же. Конечно же, такой рост закончился тем, что многие называют коррекцией. Цена упала на 63%, а одна монета стоила 150 долларов. Падение продолжалось всего один месяц. После чего цена болталась в диапазоне 280-320 долларов, аж до начала самого известного рывка в конце 2017-го. За 3 месяца криптовалюта выросла с 300 до 1400 долларов. Рост составил 367%. И знаете что? Из всех криптовалют, которые я математически анализировал, это самый скромный результат. С тех пор мы вошли в продолжительный и утомительный медвежий рынок, который еще продолжается. Криптовалюта Эфир сейчас оценивается в 280 долларов. А это значит, что она потеряла 80% стоимости. И это еще раз показывает, что это падение в истории Эфириума самое болезненное и продолжительное. Средний исторический рост. Вот эти 3130% очень похожи на что-то из ряда вон выходящее. Поэтому я опять же посчитаю диапазон. Диапазон будем считать для двух случаев. В первом случае оставим все так как есть, а во втором вместо аномалии подставим среднее из трех оставшихся значений. Первый случай. 1474 плюс 167 плюс 3130 плюс 367 поделить на 4. Получаем 1285%. Второй случай. 1474 плюс 167 плюс 367 поделить на 3. Получаем 669% среднее. Подставляем 669 вместо 3130. Получаем 669.2. Ну в принципе 669 и запишем. Возможная будущая цена Эфириума после следующего реального рывка будет находиться в диапазоне от 1874 до 3600 долларов. Кстати говоря, выглядит не так уж и фантастически. Для Эфира мне кажется вполне реально. Я не знаю почему, но я не помню как я делал это видео. На этом все ребята. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это мотивирует меня на создание новых видео, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, если ты тут впервые. Подписывайся на телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok